Когда-то давно улицы городов освещали с помощью масляных ламп, а люди перемещались в каретах, запряжённых лошадьми. Могли ли в это время существовать высокие технологии? Давайте посмотрим на некоторые удивительные примеры, и по традиции в конце видео будет особый бонус. Итак, начнём. В 1856 году некто Джованни Козелли внезапно изобретает загадочный прибор – пантелеграф. О нём мы кратко рассказывали в этом выпуске. На самом деле, на него стоит взглянуть более пристально. Это чудо техники предназначалось для отправки статических изображений с помощью сигналов на большие расстояния. Устройство было способно сканировать изображение, генерировать на его основе цепь электрических сигналов и передавать картинку второму абоненту. Второй аппарат получал электрические сигналы и преобразовывал их в статическое изображение на листе бумаги. Для передачи информации использовались на тот момент существующие телеграфные линии связи. Эта технология очень быстро получила распространение, и уже через 10 лет все крупные города Европы, островной Британии и России образовали единую сеть, посредством которой можно было передавать статичное изображение, аналогичное современным факсам. Но дело в том, что личность изобретателя пантелеграфа Джованни Козелли вызывает очень много вопросов. Непонятно, кем он был – то ли монахом, то ли профессором физики, есть в его биографии очень загадочные и необъяснимые события. В молодости он жил в селе и изучал церковные науки, подготавливая себя к службе в церкви. В 1836 году Козелли стал католическим священником. Никакого отношения к физике он не имел и последующие десятилетия провел на церковной службе. И вдруг неожиданно в 1849 году никому не известный священник Козелли внезапно получает должность профессора физики во Флорентийском университете. И тут начинается самое интересное. По официальной версии, его биографии, физику и другие точные науки он начал изучать только после того, как занял должность профессора, а его учителем и наставником стал известный физик-экспериментатор своего времени Леопольдо Нобили. Получается очень интересная картина. Профессор физики, который на самом деле был аббатом, то есть настоятелем монастыря, получает звание и высокий пост в университете авансом и, чтобы оправдать оказанное доверие, должен подучиться у знаменитого физик-экспериментатора. Но вот беда. С наставником и учителем тоже не все гладко. Леопольд Нобили действительно был успешным физиком и действительно мог преподавать во Флорентийском университете, но только до 1835 года. Почему только до 1835 года? Потому что именно в этом году Леопольдо Нобили умер. Выходит, что он никак не мог встречаться с Козелли и обучать его в 1849 году. Возможно, в этой истории нет никакой мистики и все это домыслы и ошибки биографов Джованни Козелли. Но один факт из этой истории остается неоспоримым. Технология сканирования и передачи изображения, аналогичная той технологии, которую мы используем сейчас для передачи сигналов в Интернете, существовала еще до появления самого первого проводного телефона. Аппарат PanTelegraph был прилюдно продемонстрирован Наполеону III в 1856 году, в 1861 году аппарат был запатентован во Франции и Америке. Сохранились даже номера патентов номер 2532 и номер 137563. Позже подобные патенты были получены в Италии и Царской России. Но это еще не все. PanTelegraph не единственное изобретение того периода, способное передавать графическую информацию на большие расстояния. В Германии в 1884 году немецкий инженер Пауль Нипков патентует прибор, способный по телеграфным каналам связи с помощью электрических импульсов передавать движущиеся картинки. И это уже не статическое изображение на листе бумаги, а живая динамическая проекция. Прибор мог сканировать и проецировать изображение в реальном времени. Он представлял собой вращающийся диск с отверстиями одинакового диаметра, расположенного на равном угловом расстоянии друг от друга. Оптический объектив проецировал изображение на движущийся диск. В результате можно было увидеть оригинальное изображение, воспроизведенное построчно. Другими словами, устройство позволяло передавать видеоизображение по проводам от абонента к абоненту в реальном времени. Конечно, качество черно-белой картины было далеко не идеальным, и подобная система распознавала максимум 200 строк, но этого вполне достаточно, чтобы получить более-менее четкое изображение. Вот такая сказочная для своего времени система видеозаписи была создана еще до того, как братья Люмьер показали всему миру чудеса кинематографа. Сейчас это устройство принято называть диск Нипкова или телевизор Нипкова. Принцип строковой развертки изображений, использованный Нипковым, лег в основу всей современной видеоаппаратуры. В дальнейшем, после начала массового использования радиосвязи, это изобретение легло в основу первых механических телевизоров, получивших очень большое распространение в Германии начала 20 века. Да, в Германии до войны во многих домах был телевизор, а Олимпийские игры 1936 года вещались в прямом эфире. Чуть позже с помощью диска Нипкова был изобретен способ механической записи видеоизображения на грамм-пластинки, на те самые грамм-пластинки, которые использовали в граммофонах того времени. Аппарат получил название «Сильватон». По сути, это был первый видеомагнитофон, использующий переносные носители, способный воспроизводить и записывать видео. Этот прибор не получил массового распространения, а технологию записи на пластинки вообще забыли на долгие годы. И только к концу 20 века, в 70-е года на рынке впервые появилась подобная аппаратура. Теперь давайте посмотрим на элементы питания. На что способны современные электрические батарейки? Одна из самых мощных батарей была представлена компанией City Labs в 2013 году. Эта американская компания показала уникальную батарейку «Нано-тритиум». По заверению разработчиков, эта батарея способна работать беспрерывно на протяжении 20 лет. Но у нее есть два значительных недостатка. Она основана на атомной энергии, выделяющейся от радиоактивного распада лития. Ее мощность настолько мала, что она способна питать очень маленькие датчики или подобные устройства. Но при этом срок службы батарейки выглядит просто фантастически. Целых 20 лет. Для современных источников питания 20 лет – это очень много. А для батарей 200 лет недавности… Давайте посмотрим. В 1840 году был создан примитивный электрический прибор, укомплектованный двумя загадочными элементами питания. Эти батареи позволяют работать прибору автономно, без какой-либо подзарядки по сегодняшний день. Прибор работает почти 180 лет. Речь идет об экспериментальном электрическом звонке, созданном специально для лаборатории Оксфордского университета в 1840 году в мастерской Воткина и Хилла по заказу профессора физики Роберта Уокера. Это устройство представляет собой два звоночка, между которыми на нитке подвешен металлический шарик. Он поочередно ударяется в каждый звоночек частотой в 2 Гц. Использование электрических сил приводит к очень малому потреблению тока. Звона колокольчика почти не слышно, так как прибор находится в витрине под двойным стеклянным колпаком. Прибор запитан от двух старых батарей. Сразу после изготовления для герметичности эти батареи были залиты серой, и до сих пор никто не знает, как они устроены. Удивительно, но факт остается фактом. Эти батареи обеспечивают звонок электричеством почти два столетия. И сколько они еще проработают, можно только предполагать. Такие вот чудесные батарейки могли создавать люди на заре появления электричества без использования какого-либо радиоактивного распада. Какое количество энергии произвели эти батарейки за долгие годы, неизвестно. Возможно, гораздо больше, чем может дать хваленая атомная батарейка на натритиум за 20 лет своей работы. Это не единственный пример супербатарейки, способной работать долгие годы. Есть более современное, но не менее загадочное изобретение. Это батарейка Карпена, румынского инженера Николая Василеско Карпина, который создал это устройство в 50-м году прошлого столетия. Его батарея работает по сей день вот уже почти 70 лет без остановки. Единственный экземпляр этой чудо-батарейки находится в Национальном техническом музее Румынии. По сути, это не просто батарейка, а целый прибор, состоящий из двух гальванических элементов, приводящих в движение двигатель и выключателя, который на каждый полуоборот двигателя замыкает цепь, а затем ее размыкает. По задумке автора изобретения, двигатель нужен лишь для того, чтобы наглядно продемонстрировать работоспособность его батарейки. Батарея Карпена в свое время была неоднократно продемонстрирована вниманию научного сообщества на всевозможных научных конференциях в Париже, Бухаресте, Болонье. Исследователи из Университета Бравиллея и Политехнического университета в Бухаресте проводили целые научные исследования этого изобретения, но так и не пришли к однозначному выводу и так и не смогли ответить на вопрос, как все-таки этот прибор дает электрический ток. По мнению ученых, заряд батарейки должен был иссякнуть много десятилетий назад, но несмотря на это прибор продолжает работать. Почему это происходит, не могут ответить до сих пор. Ученые склоняются к тому, что в батарейке кроется какой-то хитроумный секрет, о котором изобретатель предпочел умолчать. А теперь обещанный бонус. Это усилитель странной энергии, показанный в 1990 году американским изобретателем Флойдом Свитом. Энергия, выдаваемая этим устройством, была похожа на электрическую, но вызывала странные эффекты. При коротком замыкании контактов они не оплавлялись, а замораживались, покрывая синие. А при воздействии этого антиэлектричества на живое тело вызывали не ожог, а обморожение. При этом работа усилителя была связана с некими изменениями, пропорционально выдаваемой мощности, снижался его вес. Воздух вокруг усилителя заметно охлаждался на 6-8 градусов Цельсия по сравнению с окружающим. Также присутствовал сильный шум, словно ураган, но без всякого, даже малейшего колебания воздуха. Основу устройства усилителя составляли специальные магниты из бария с бестабильным состоянием, которое позволяло менять направление магнитного поля на противоположное. Стартовало устройство от 9-вольтовой батарейки, а затем поддерживает свою работу автономно. Сам изобретатель отмечал некоторую нестабильность работы своего устройства, выраженной в скачках выходной мощности. Разработка усилителя постоянно сопровождалась странными происшествиями и даже прямыми угрозами. То был похищен рабочий блокнот с расчетами, то прилично одетые люди прямо намекали, или разработка будет заморожена, или пусть Флойд пеняет на себя. После смерти изобретателя в 1995 году его архивные материалы по уникальному вакуумному триодному усилителю были переданы его женой управлению одного автоконцерна. С тех пор о них ни слуху ни духу. Другие уникальные изобретения и двигатели вы можете посмотреть в прошлых наших выпусках, а на сегодня у нас все. Не забывайте заряжать свои батарейки и до встречи на нашем канале.